Хорошее, замечательное морозное утро. Печка топится, сейчас будет тепло. Только проснулся и сразу же помчал на стройку. У меня сегодня к вам две новости. Одна хорошая, вторая, наверное, плохая. Первая новость, которая хорошая, это то, что я сейчас начинаю новый проект. Конечно же, я и не заканчиваю старый. То есть тематика отопления, она у нас актуальна, и мы по ней идём. Но чтобы вы понимали, радиаторы идут ко мне пять недель. Это долго. И не только радиаторы, там ещё какие-то шалагушки. Это ни в коем случае не у меня семь пятниц на неделе. Это просто необходимость закрыть все вопросы потихонечку сразу. Чтобы потом в конце у нас появилась уже идеальность какая-то. То есть всё резко и стало классно. Опять я не с того начал, пойдёмте покажу, из-за чего, собственно, всё сегодня и происходит. То, что вы сейчас видите. Чтобы объяснить вам корень проблемы, мне нужно было зайти в дом. Так вот, пару дней назад я приехал на стройку для того, чтобы связать уже сетку в тех местах, где мы сделали выводы из стены. Сеточку я увязал, всё было хорошо, на улице был ветер, а дома было классно и тепло. Налив себе кофеёчек, подойдя к окну, вот так присев, я почувствовал, что откуда-то сильно штормит. Реально дует, просто дует. Начал искать проблему. Окна сделаны очень хорошо, мы делали их вдвоём с моей супругой и для себя. К ним претензий быть не может. Видео, по которому мы делали окна, если вдруг интересно, оно вот оно. А дуло, друзья мои, вот из вот этих всех щелей. Ещё раз объясню, я делал стену с перехлёстом швов в два слоя, то есть у меня два блока лежат на ребро. Это для того, чтобы сделать сороковую стену из простого пеноблока. Для примера, вот у соседа у него стена лежит на тридцатую сторону. То есть его толщина стены 30 сантиметров, у меня же 40. Так, теперь нам надо выйти на улицу. Про то, как уложена стена, можете мне не рассказывать. Эту историю я уже знаю, у меня здесь не совсем всё весело. Но это из-за того, что геометрия пеноблока, она такая шикарная. А вся беда в том, что я оставил вот эти щели, я их не замазал в своё время. У меня была мысль, что я просто потом их запеню. Ну, наверное, так и сделаю в конечном итоге. Так вот, в эти открытые щели задувает ветер и гуляет там по внутренней части стены. Внутри, по периметру. Это, конечно, проблема. Получается, что я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь отопить решето. Это неправильно. Я принял решение, деньги, которые у меня остались сейчас, небольшая сумма, должна была пойти, конечно, на тёплые полы. Важнее сейчас её отправить в сторону утепления дома. Поэтому завёз леса, завёз доску, сейчас закупил брусок. И, друзья, в ближайшее время мы наш дом преобразим с внешней стороны. Ну, а ваши советы, конечно же, мне помогут. Первое, чем утеплить. Второе, чем это всё обшить. И третье, чем это всё облицевать. Если вы напишите свои комментарии на этот счёт, я буду просто доволен. Ну, а сегодня моя задача – это поставить леса, завести брусок, начать его фиксировать. И дальше по плану мы будем с вами вместе идти по нашим сериям. Ну, а вы, в свою очередь, друзья, можете мне просто поставить красивый лайк, написать комментарий. Из четырёх слов, как минимум, это поднимет наше видео в рейтинге. Нас будет больше, нас будут смотреть, это же здорово. Ну, а я буду делать всё для того, чтобы вам было весело. И интересно. И познавательно. И увлекательно. Ну, в общем, начинаем работу. По теме обрешётки вы помните, что я говорил, что хочу кнопочную старость. И кнопочная старость – фраза такая. Ну, это то есть, когда всё максимально удобно. Так вот, я хочу минимально тратить финансовые средства на отопление, а жить в большом доме. Ну, такое бывает у романтиков-мечтателей. Но я надеюсь это всё реализовать. Так вот, утеплять дом, я думаю, в 10 сантиметров толщины. У нас 40 сантиметров пеноблока, 10 сантиметров минваты, вентфасад. Но вентфасад не является утеплителем, мы это знаем. И внутри дома у нас по всему периметру просто шикарнейшая батарея в виде штукатурки, которая будет набирать в себя тепло и очень долго его отдавать. Даже сейчас я заметил, когда в доме тепло, а потом холодно, то дом очень долго остывает. Это его плюс. Так вот, в ближайшие серии я должен буду постелить 3 слоя обрешётки, а дальше уже вентфасад, который вы мне посоветуете. И после этого мы вернёмся с вами к отоплению. Вот и всё. Почему отопление сейчас я немножко прикрываю, это первое я уже объяснил. И второй момент, это просто потому, что на улице холодно, и получается я пренебрегаю техникой правильной укладки полипропилена и сшитого полиэтилена. Это неправильно. Этому нас не учили. Так делать нельзя. Но так как у меня руки чешутся, я не могу свободно сидеть на месте, я должен что-то делать. И я вот решил делать вот это. Если быть честным, спонтанно родившаяся задача только подняла мне настроение. Пеноблок реально портит вид дома. Уверен, даже если у нас не получится сейчас приобрести фасад, то даже вид ОСБ будет намного больше приятен взгляду. Прекрасно. В такой работе без напарника никуда. Отец здорово выручает меня в подобных делах. Планирую в ближайших выпусках утеплить наш дом и обшить его влагостойкой ОСБ-3 толщиной 9 либо 12 миллиметров. Я ещё не решил. Кстати, ваш совет бы очень помог. Этим мы убьём сразу двух зайцев. Скоротаем время до весны, подготовим дом к жизни в нём, сделав его тёплым. Но в мае останется раскидать трубу у тёплого пола на первом этаже и можно заливать полы. Пока мысли такие, по-моему, неплохо. Вот такую красоту сегодня смастерили. К слову о добрых людях, которые окружают меня, сосед Юра дал в бессрочную аренду свои леса совершенно по дружбе. Я дико боюсь высоты и площадка секции 2х2 метра даёт хоть какую-то уверенность в крепкой опоре. Чтобы саморез всегда попадал в крепёж на стене, сделал кондуктор-трафарет для сверления бруска. Итак, максимально простые расчёты. Мы будем работать с бруском 48х46. 48 это от стены, то есть для того, чтобы минвата 50-ка оптимально себя чувствовала. В общем, брусок строганный, сушёный, поэтому он и таких габаритов. Между брусками я хочу сделать расстояние 59 см, чтобы минеральная вата размером 60 см себя хорошо чувствовала. Так, банально, 46, 46, между ними делаем 59. Центр, центр, по 23, соответственно, два центра, получается как раз 46. Плюс 59, получаем 636. Это расстояние между осями. Теперь пойдёмте на месте, всё это покажу. Крепить я буду вот на такие виниловые винтовые дюбеля. Его размер 80 на 55. Очень-очень-очень-очень хорошая штука, мне понравилась. Самая крепкая из всех, которые я встречал для пеноблока. Я сделал пока временный кондуктор из профиля. Он имеет оси. По ним я засверливаю эти размеры. Убрали кондуктор, взяли винил, поставили. У винила есть один нюанс. Он очень не любит мороз. Поэтому, если работаете на улице в холод, я рекомендую его греть в кармане или внутри за пазухой. Потому что у меня был опыт, когда я в мороз забивал его, он просто взрывался. То есть бьёшь, а он пух. Для этого я даже приготовил очки сегодня. Ну, я не знал, как он себя будет вести. Но если вы правильно эксплуатируете материалы, то бояться вам нечего. Так, едем дальше. Прикладываю к предыдущему дюбелю этот размер 636. А здесь просто отметку делаю вот этим кончиком по пеноблоку. Дальше я просто подставляю кондуктор. Но по-другому его можно назвать шаблон. И делаю засверливание. Всё. Готово. Честно, я не знаю, как бы это работало, если бы мы били это всё в Сибит или Биталекс. Наверное, это было бы чуть посложнее. И туда можно использовать другие дюбеля. Но кто работает с простым советским пеноблоком или газоблоком, который имеет шикарнейшую геометрию, самый дешёвый материал, то, друзья, винтовой саморез самое то. Теперь для тех, кто подключился к нашему каналу совсем недавно, может возникнуть вопрос, для чего ты перезакладываешься по технической части, ведь 40-сантиметровой стены её уже достаточно для качественной полноценной жизни в тёплом хорошем доме. Есть один нюанс. Друзья, в нашем доме 16 углов. И в каждом из этих углов залита армированная колонна. 20 на 20. Угол у нас ослаблен по теплопередаче. Его защищает всего лишь 20 сантиметров пеноблока. Понимаете, о чём я? Поэтому дополнительные 10 сантиметров минеральной ваты как раз и призваны сделать наш дом тёплым и уютным. Я хочу построить энергопассивный дом, чтобы в нём было тепло, классно и комфортно. Ну, а вашими советами и моим стремлением к победе, я думаю, мы справимся. У кого-то может возникнуть мысль, что я растягиваю этот видос. Нет, на самом деле я просто жду темноты. Теперь от каждого анкера, который я сюда задюбелил, мне нужно протянуть луч. Он должен быть по уровню. Лазерный луч не очень хорошо работает на солнце, поэтому я жду потёмок. Мы продолжаем. 636. Отметочка. Душа поёт от того, что у меня наконец-то будет дом как минимум зашит USB-плитой, и он станет светлый уже снаружи. От вас, если честно, не раз прилетало за то, что кладка пеноблока оставляет желать лучшего. Ну и каждый раз мне приходилось делать пояснение. Друзья, не вкладки дела, этот дом построен на каркасе. Пеноблок является лишь теплозащитой, то есть теплозаполнением. Понимаете? Ну ещё и один момент. Я начал класть блок в 32 года, ещё вообще не понимая, как это делается. Ну, по книжкам, по интернетам. По первому своему высшему образованию я простой учитель ИЗО. Ну, художник. Поэтому, когда в комментариях вы спрашиваете меня, а можем ли мы вообще начать? Можем ли мы сделать? Сложно ли это? Ребят, если у меня, не имея никакого опыта, это получилось, то 100% получится и у вас. Просто надо взять и начать делать. Сейчас нужно подготовить поверхность и убрать всю ледяную корку. Эту консоль я сделал специально. Когда мы начинали строить дом, я очень хотел кирпичную кладку. Я её сегодня хочу. Мне очень нравится, когда дом выглядит такой массивный, серьёзный, мощный, какой, коренастый. Поэтому сразу, 7 лет назад, я и заложил кирпичные колонны, будучи уже уверенным, что у меня в доме будет присутствовать два цвета. Это персик и шоколад. Вы их сейчас видите. Но время идёт, и за 7 лет этот цвет уже стал немодный. Через 10 лет это будет уже пережиток 2000-х годов. И на сегодняшний день мы приняли с женой решение, что это будет вентилируемый фасад, который можно будет заменить. То есть наши дети, или мы сами в старости захотим поменять его, или что-то изменится, и я не знаю. Но вент-фасад явно выигрывает. Я не буду никого обманывать. Один из главных параметров – это дешевизна. Квадратный метр кирпичной кладки выходит где-то 1500 рублей, плюс сама кладка рублей 700. Это прям минимальная цена, если вы найдёте какого-нибудь прям родственника-каменщика. Ну, класть самому – такое спорное удовольствие. Если вы никогда этого не делали, я сейчас сам себя потихонечку топлю. Это первая моя кладка кирпичная, которую я делал. И, конечно же, там есть изъяны. Я этого уже не замечаю. Друзья, которые ко мне приезжают, тоже этого не видят. Но если вот критично подойти и присмотреться, это всё заметно. Представьте, если целый дом складывать, то надо как минимум убить кучу времени, которого, к сожалению, у меня нет. Я и так возложил на этот год на себя очень много обязанностей. Фасад – это утепление, это отопление, и это заезд в дом. А заезд в дом без подготовленной воды, без кухни, без хорошей спальни – это, конечно же, ну, риск, и это авантюра. Поэтому я не совсем раненый парень, чтобы вести семью, не понять куда. За этот сезон я должен всё это сделать своими руками в одну касочку. Сегодня вы видели человека, который мне помогал. Это мой отец. Он не очень любит попадать в кадр, поэтому он пожелал остаться инкогнито. Но он часто мне помогает, за что ему огромное спасибо. Пап, я тебя люблю, и я очень горжусь тем, что у меня такой отец, и очень тебе благодарен. Дай бог тебе долгих лет жизни. А у нас потихонечку смеркается, и мы плавно подходим уже к этой работе. Теперь вопрос, который у меня встал первым, когда я начал забивать виниловые дюбели. Что мне делать с углами? Как их проходить? И решение пришло, само собой, очень просто. С первого угла я делаю подход ровный, прям по уголку, а дальний угол – там уже что осталось, понимаете? Там все равно останется не больше, чем 60 сантиметров. То есть максималка там будет сантиметров 20-30. Да, некоторые пеноблоки прям бетонные, фиг туда забьешь. И от уголка уже мы шагаем в ту сторону. Очень просто. Я сделал пометку себе на 636. Теперь подставляю, черчу, подставляю, черчу, подставляю, черчу. Ну и теперь, как вы понимаете, мне остается только задырявить это все и задюбелить. Более подробно про проход окна и проход угла я расскажу, когда буду делать саму обрешетку. Вам будет так удобнее понять. Я так же, как и вы, первопроходец по этой теме. Но для вас есть большой плюс, в отличие от меня. Я уже воюю, а вы еще можете посмотреть на мои ошибки и сделать какие-то поправки, если необходимо. Мы по-прежнему ждем темноты, чтобы уже настроить все уровни ровно. Для чего нужно настраивать уровень, вы понимаете, чтобы у нас не было нигде отклонения по минвате. То есть она должна 59 сантиметров ровно входить между брусками. Смеркается, за дело берется лазерный уровень. Опа, вылазь, вылазь, вылазь. Родной, а я вот не помню, в тебе батарейка стоит. Все на месте. Раньше для того, чтобы мне отстрелять уровень всей стены, мне необходимо было оттаскивать лазерник метров на 7. Конечно, он давал погрешность. Эта штука дает по всему периметру 360 градусов. Я сейчас вижу отметку на сайдинге. Моя задача сделать царапины по всей стене, для того, чтобы видеть полностью уровень. А завтра я уже буду устанавливать сюда винтовые дюбеля. Ну и останется дождаться брусок, и мы его прикрутим. Ну что ж, попробуем. Я все работы могу делать с пола. Раньше мне нужно было штатив, чтобы он доставал до потолка. Прогресс, прогресс. Это вообще легко. Я думал, что весь затык у меня будет именно сейчас на стадии работы с уровнем. Может быть, кто-то из вас сочтет это за рекламу, но деко обалденный уровень. Дальность меня приятно удивила. Я сейчас просто понимаю, что когда я буду класть кафель, я буду самый счастливый в мире человек. Кафельщик. Как там обычно у вас через секунду, а у меня завтра наступит день, и мы будем прикручивать дальше с вами анкера. Дюбеля. Дюбель анкера. Поехали. О, уже день что ли? Быстро, да? Итак, вчера где смог я сделал засечки на стене. Полные карманы виниловых креплений. Сейчас моя задача просверлить все отверстия и забить туда винты. После этого мы ждем с вами брусок и начинаем уже его крутить к стене. Ну, а дальше я по ходу буду все рассказывать. Это вам к вопросу о том, какие бывают пеноблоки. Есть пеноблок, который можно пальцем продавить, а есть, который я, наверное, перфоратором не смогу пройти. Немножечко увеличим, чтобы можно было забить. Теперь я обязательно одеваю очки, потому что некоторые виниловые дюбеля могут разлетаться от удара. Ни в коем случае не переключайтесь, впереди мы с вами установим первые ряды бруска. И я хотел бы уже начать фиксировать минеральную вату. Но вот весь выпуск проболтал, пришло время и потрудиться. Устанавливаю дюбели в проделанные отверстия. Совершенно неспешная и в чем-то даже увлекательная работа. Когда думаю о том, что домик скоро преобразится, настроение сразу же поднимается, и работать становится вдвойне приятней. Я уверен, вы меня понимаете. Позвонили с завода, брусок готов, еду забирать. Все идет своим чередом. Вот эти вот? Да, вот эти сейчас загрузим. По моим подсчетам, для обрешетки мне нужно полтора километра бруска. Это 540 штук. Ну или по-другому 3,5 куба. Комбинированный кедровый брусок на обрешетку – это верх перфекционизма. На самом деле, просто на заводе нет другого материала. Только его величество – сибирский кедр. Брусок завезли, смеркается, но мне это только на пользу. Сейчас я циркуляркой напилю специальные подставки, и лазерным уровнем мы начнем устанавливать нашу обрешетку на стены. Весенняя погода крайне нестабильна. Завтра обещают снег, послезавтра дождь, а после-послезавтра уже похолодание. Были планы сначала всю эту обрешетку занести под навес. Но здесь 3,5 куба. Я принял решение, что проще всего будет сложить это в кучу и закрыть целлофаном. Вообще существует множество способов укладки утеплителя и фиксации подсистемы к дому. Можно было установить прямые подвесы, проткнуть ими минвату и зафиксировать ее на грибы. А на подвесы в один ряд установить направляющие. Но это было бы не так надежно. Я выбирал вариант с перехлестом листов для минимизации мостов холода. А в данном случае выравнивание плоскости стены начинаем с первого ряда брусков. Для этого мне нужны подкладки. Делаю их. С кондуктором я здорово придумал, он очень упрощает процесс монтажа брусков. Хотя я стараюсь делать работу активнее, правило все же здесь диктует природа. Время, когда я могу пользоваться лазером, оно очень скоротечно. Это около 4 часов за один вечер. Придумал вариант, как мне работать с уровнем днем. Чуть позже я вам расскажу. Саморезики используют 120-е. Для тяжелой артиллерии будут использоваться 150-е. На один квадратный метр об решетке будет приходиться около 20 килограммов веса фасада. Ну, плюс ветровые нагрузки, конечно же. Поэтому к работе нужно отнестись очень внимательно. Появилась идейка пустоты между бруском и стеной заполнить пеной. Это даст дополнительную жесткость системы. Правда, такого я в книжках не встречал. Как вы считаете, это правильно? Ровно 59 сантиметров. Отлично. В последнее время гидрометцентр просто творит чудеса. Он нас не обманывает. Я вам 5 минут назад говорил, что скоро будет снег с дождем. Потом заморозки и дождь. И все это вместе. В общем, это все началось. Пойдемте, покажу. Я-то хотел подытожить вам фильм, что получилось у меня. Объяснить некоторые моменты. А в итоге вот посмотрите, что происходит. Сложили брусок наверх. Хотя его и тут заливает не слабо дождем и снегом. Какая-то часть осталась еще там внизу. Диван пришлось поставить. Его тоже начало закидывать дождем и снегом. И я его временно вот так поднял на попа. Ну вот так. Тут, наверное, все-таки будет чуть потише. И, ну, удобнее говорить. Просто обрешетка. В ней вообще ничего сложного не должно быть. Есть, есть, есть моменты, которые хочется вам осветить, объяснить, рассказать и поделиться. В следующем видео я расскажу вам все свои умозаключения по этой теме. Чтобы вас не сильно утомлять, давайте вот сейчас перейдем в комментарии и там продолжим нашу беседу. Есть что обсудить. Я за компьютер, ну а вы комментируйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!